Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Лисич, кто вдруг со мной не знаком, я художник, и я обожаю рисовать, и обожаю видеть, как люди растут и развиваются. И для этого всего я затеяла свой проект онлайн-скетч. Я его быстро очень начала, потому что поняла, что нельзя затягивать с какой-то идеей. Даже если какая-то задумка еще достаточно сырая, надо уже запускать ее, потому что в процессе она будет трансформироваться и становиться лучше, получая обратную связь и классные результаты, которые уже есть. И, как я и сказала, мне очень хочется, чтобы вы росли, чтобы вы прогрессировали. Это практически бесплатное обучение от меня. Сейчас мы разберемся, будем ли делать разборы работ. Когда их будет много, достаточно, тогда я с удовольствием буду давать обратную связь. И сегодняшний выпуск необычный. Я сегодня без каких-либо фото-референсов вам, потому что хочу, чтобы вы нашли фото-референсы, точнее, не фото-референсы, а живые какие-то композиции сами. Да-да, сейчас выпуск не для ленивых, и это очень классная прокачка себя, опять же, своего видения, поиска интересных композиций, каких-то решений. В общем, все в наших руках. И что я конкретно предлагаю? Если вспомните, у меня был выпуск, я оставлю на него ссылочку, про то, как я позвала вас в студию. Я говорила тогда, что часто сажусь рисовать просто вот то, что меня окружает вокруг, какие-то фрагменты из студии, какие-то там вот сложные там баночки, вазочки, цветы и все, что меня окружает. Нахожу и смотрю. Такую практику я всегда выполняла, когда приходила заниматься в студию к своему преподавателю. Чтобы разрисоваться, мы скетчили все, что есть вокруг. И на самом деле это очень интересное занятие, даже просто понаблюдать за своим бытом, где что лежит и как все меняется. Потому что, приходя в студию, там вроде бы все одно и то же, везде все стоит на месте, но нет, не всегда. Иногда какие-нибудь цветы принесут, иногда какой-то цветок распустится. И много таких вот изменений, которые ты в принципе не подмечал, но, знаете, они создают какое-то такое особое настроение. И, конечно же, это потрясающая практика. Поэтому я жду от вас картинки, много-много скетчей, потому что мы знаем, берем количество, качество. Мы таким способом наработаем. И публикуйте. Можно даже, если вы рисуете на отдельных листочках, взять, собрать какой-то калаш и сфотографировать. Хотя вы видели в группе тоже, мне очень нравится публиковать. Прям целые посты с сериями набросков. И там есть примеры, как раз где рисовали мою студию. И вышло потрясающе. Один материал, набросочки вышли такими целостными, гармоничными, хотя все разные. И, опять же, убедитесь, как здорово это выглядит. И, опять же, про количество. Чем больше мы рисуем, тем больше у нас материала, из которого мы можем выбрать разные. И никогда не дооценивайте свои скетчи. Потому что иногда выходят такие шедевры, вроде простая такая зарисовочка на каком-то клочке бумаги. А нет, в паспарту, в рамочку. И она выглядит просто потрясающе. У меня не раз продавались такие почеркушечки. И я знаю, как для меня они дорогие. И люди, покупая их, тоже чувствовали, что вот это вот что-то классное. Я хочу такое. Поэтому, как я всегда и говорю, берем количеством. И иногда какие-то картинки, которые у нас в процессе обучения выходят, они будут достойны того, чтобы найти своего покупателя, либо занять еще какое-то место где-то и в вашем интерьере, и, конечно же, в вашем сердце. Мы всегда садимся скетчить, чтобы научиться, а не выдавать шедевр. Я об этом тоже часто говорю и хочу, чтобы вы помнили это. Чтобы именно в процессе заданий на онлайн-скетче вы позволяли себе ошибаться, позволяли себе пробовать, экспериментировать, и не требовали от себя какой-то готовой финальной картинки. Будут у вас финальные картинки, красивые, законченные работы. Но, чтобы это появлялось чаще, нужно больше тренироваться, нужно находить какие-то новые решения, внимательно смотреть по сторонам и рисовать с натуры. За это я всегда топлю. Я буду в дальнейшем использовать, конечно же, фотореференсы, но сегодня вот очень важное и очень продуктивное занятие для вас точно будет, если вы возьметесь и сделаете это. Потому что, что бы я ни говорила, сколько бы я вам лайфхаков не давала, не рассказывала о пользе того или иного способа развития себя, все зависит от вас, будьте ли вы применять эти действия на практике или нет. Потому что ответственность, конечно же, за то, что вы делаете, лежит на вас. Да, я могу помочь, я могу разобрать что-то, могу наставить вас на путь истинный, но в итоге, если вы этого не хотите, если вам лень, если вы чего-то боитесь, то результат будет соответствующий. Я думаю, что я с кошкой Матильдой, которая постоянно у меня тут орет, вдохновляю вас, и я очень хочу, правда, чтобы вы становились круче. Очень важно расти и сравнивать, конечно, себя с самим собой, свои вчерашние успехи, понимать, что вы растете, и сегодня вы уже делаете все намного круче и гордились собой. И даже если вы сделали стопку ужасных набросков, поверьте, это все пододвигает вас, приближает к тому, чтобы делать классные скетчи один за другим. И не только скетчи, но и полноценные крутые работы. Потому что, опять же, любая практика, она сказывается на всех наших будущих шедеврах. Всем спасибо! Может быть, я выложу видео, как я рисую то, что у меня вокруг, и вдохновлю вас тем самым, в самом бытовом формате. Либо какие-то набросочки, но посмотрим, я тоже буду этим заниматься, практиковаться. Потому что я знаю, все зависит только от меня. Все, к чему я пришла, это результат моих, опять же, вложенных сил, моей насмотренности, моих рисовавших с натуры. Поэтому можете брать пример. На этом все. Спасибо большое. Все ссылочки в описании есть. И я жду ваших работ. Я надеюсь, вы молодцы и хотите идти вперед. Поэтому предлагаю делать это вместе. И я врываюсь, включение онлайн. Ну, почему всегда, когда я сажусь записывать, Матильда, тебе надо что-то сказать. Видимо, тоже хочет на ютубчик. Короче, я поставила себе напоминание, чтобы порисовать в другой день, как вернусь. Но нет, я решила, что скетч здесь и сейчас. И это не занимает много времени. И всегда можно найти возможности. Я жаловалась на то, что у меня дома, в принципе, нет материалов. Ну, ладно, можно тоже у Дашен там взять кучу фломастеров. И я нашла блокнотик, который покупала 100 лет назад. Я, кстати, по поводу арт-шоппинга тоже люблю поговорить. Надеюсь, уже видео выложила на эту тему. Ну, ладно. Короче, я нашла этот блокнот и взяла фломастер у ребенка. Посмотрела, чтобы он хорошо писал. В принципе, цвет тут даже мне не важен. Синий попался и хорошо. И я решила поскетчить. Начала я с цветочков, потому что они сейчас у меня все составлены на стол, чтобы солнышко их не съело. И пошло-поехало. Сейчас вам покажу. Вот это фиалочки. Я начала их с цветочков. И, в принципе, можно цветной какой-то белый акцент сделать. Но это уже потом, как по желанию. Разрисовываемся. Первый обязательно ставим даты. Не забываем. Потом у меня расцвела орхидея. Матильда собирается сюда. Не надо, Матильда. Это орхидея. И я вообще люблю ее очень рисовать. И тут вспомнила, как это прекрасно. Порисовала ее. Потом листья орхидеи. Спасибо, Матильда. Все очень рады тебя видеть. Но я тут показываю скетчи. Спасибо. Вот. Ну ладно. Моё любимое покрывало. Закроем. Это листья орхидеи. Мне очень понравилось, как они были сложены. И хотелось вот это вот все изобразить. Как даже птичка какая-то получилась. И всегда обращайте внимание на какие-то фрагменты. Вот именно так вы тренируете свой взгляд в поиске какой-то интересной композиции. И когда вы все пытаетесь закомпоновать, опять же, это на листочке, это тоже очень крутая работа. И вот у меня вот этот вот фрагмент очень здорово вышел. Мне нравится и за счет линии, как вот тут все обыгралось. Когда я начинаю рисовать, я сразу, естественно, не вижу, как что получится. Просто я хватаюсь за какие-то первые линии. И дальше уже смотрю на натуру, делаю ее. И периодически, знаете, прям переключаюсь на картинку. И смотрю именно на картинку, гармоничная она или нет. Где, чего не хватает. И опять же, я могу добавить какую-то тень. Если она где-то нужна. Если в натуре ее нету. В натуре. Вот. Чтобы картинка сама сложилась. Здесь вот и включается самая такая работа аналитическая. Также еще порисовала орхидей. Такой вот прям запутанный. Я специально взяла вот это вот такое разрешение, хотела сказать. Такое кадрирование. И контуром немножко вот все выделила. Мне очень нравится. Также потом на окошке у меня стояла корзина с бамбуковыми такими палочками. Мне очень понравилось, как они торчали отсюда на фоне вот этой вот темной части корзинки. Вот такой вот быстренький и простой скетч. И мое платье, которое висело. Я решила, почему бы нет. Вешалочка и вот эти вот складочки. Она просто вроде белая, но нет. Даже складки можно прорисовать. Тут молния торчит кусочек. В общем, такая вот бытовая, опять же, история. И дальше я села слушать вебинар и скетчила. Честно скажу, я, когда рисую, я ничего не слышу. Поэтому придется вебинар пересматривать. Это вот черепочек с коряжкой у моего змея. И дальше я сидела, просто рисовала то, что у меня на столе. Штатив, камера стояла. Тут телефон. И просто вроде так начинаешь вырисовывать все, что видишь. И потом хочется что-то где-то объединить, что-то где-то выделить. И мне очень нравятся композиционно вот эти вот линии, которые собрались. Стол черный. В принципе, можно было его темным залить. Но я решила как бы не заливать. Оставить так. И также решила свой глазик порисовать немножко в стиле Ван Гога, его таких почеркушек. Думаю, пусть будет все-таки это мое все. И все. И знаете, самое удивительное, что я... Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Слушайте, девять скетчей. Вот я когда села их рисовать, точнее я стояла сначала, и потом уже дорисовав этот глаз, я подумала, типа, ну, там скетчи пять, наверное, получилось, а их девять. То есть я даже не заметила, как в поисках так, чтобы порисовать, у меня получилось девять листочков разрисованных. Это все Атоп говорит, что надо просто начинать делать, вливаться в процесс, искать, потому что это действительно очень интересно, увлекательно. И вот я сейчас сижу, и мне теперь хочется рисовать еще какие-то фрагменты, которые я вижу. То есть от этого процесса, конечно, тяжело потом уйти. В общем, я желаю вам вдохновения, не орущих кошек, которые не портят ничего. Вот, и чтобы у вас открылся взгляд на то, что вас окружает, и вы увидели много классных и интересных композиций, и попробовали их перенести в свой скетчбук. Все, на этом точно все, и очень-очень жду ваших работ. Продолжение следует...